66. Для меня, грешного, какое другое может быть более важным дело, как благоустроять вас, мое стадо, мою часть, мое наследие? Ибо если тот, кому царь смертный, вверяет народоправление или военачальство, об этом каждодневно и все попечение имеет, как бы допустить что-либо неблагоугодное царю, не подпасть какому штрафу или наказанию, 67. Как же я, бедный, приявно чарство над вами, воистину воинами Христовыми, мог бы предавать себе спечность, не говоря год или месяц, но хотя бы день и час, и не показывать всей заботы о вас и словом, и делом, хотя скуден и тем и другим? 68. Вот почему я, хоть и недостойно, и малолепно напоминаю, возвещаю, внушаю, настаю, умоляю вас, мое сердце, мой свет, мою хвалу, достойно ходить звание вашего. 69. Сколь великую радость испытываю, когда помышляю о спасении всех вас и о великом зато вздовоздаянии, с тот же великим страхом и трепетом объемлюсь, представляя, какой ответ предлежит мне дать о каждом из вас. 70. Помогите же мне, чадо мои, и, несмотря на худость и слепоту руководителя, спаситесь, чтобы вместе с собой спасти и меня, бедного. 71. Спаситесь, ревнуя и точно исполнять все повеленное вам и лежащее на вас. 72. Храните нерассуждающее послушание, благоподражательное смирение, крепкую веру, просветительные откровения, ровное прилежание в делах, благоговейное внимание в псалмопениях, 73. Нетяготящееся воздержание, скромность в одеянии, бездерзостность, удаление от смехов и споров, нелюбие к показанности и взаимную любовь. 67. Когда-нибудь должен я буду замолчать совершенным молчанием, но пока есть дыхание в ноздрях моих, 68. Не перестану напоминать вам о достодолжном, по долгу моему, с теплой, однако, любовью к вам. 69. Вы, чадо мои, по изволению и благодати Божией, почему великая объемлет меня радость, когда вижу ваше благочиние и благообразие и ваше спасительное житие. 69. Тогда окрыляюсь я благими надеждами и хожу, как царь какой, славя Бога, и тогда ничто другое уже не веселит меня. 70. Когда же вижу, какое нестроение среди вас, тогда как гора какая налегает на душу мою, и я, как убитый, хожу, поникши головою, скорбя и себя укоряя в худом настоятельствовании над вами и говоря себе. 71. От такого настоятеля может лишь то добро быть, как некогда говорилось о Назарете. 72. Пожалейте же меня, чадо мои, и давайте мне всегда радоваться и словословить Бога за вас, за ваше преуспеяние и благое ваше жребие. 73. В святое воистину вступили вы звание и облеклись в преподобное жительство, причисленное к чину ангельскому, вняв и последовав божественному тому глазу. 74. Если хочешь быть совершен, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и следуй за мною. 75. Так распялись вы миру, и уже не от мира. 76. Ибо если вы были бы от мира, то мир любил бы вас, но как вы не от мира, посему, может быть, и ненавидит вас мир, по слову Господа. 76. В день тот вы имеете похвалиться со святыми апостолами, говоря с Господом, вот мы все оставили и след тебя пошли. 77. И более тебе не возлюбили ни отца, ни матери, ни братьев, ни сестер, но все почитаем за ссор. 78. Большим, почитая богатством, стяжать тебя единого. 79. Лгу ли я? 80. Не правду ли говорю? 80. Не так ли вы и в самом деле поступили? 80. Этого ради имейте услышать. 80. Придите, благословенный отца моего, наследуйте уготованное вам царствие от создания мира. 81. Или добрый раб, верный, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. 81. Войди в радость Господа своего. 81. Или другое этому подобное. 81. Такого великого сподобия с блага и в такую дивную и небо гражданственную вступи в жизнь. 81. Не радуетесь ли вы? 82. Не ликуете ли? 82. Не поете ли с завидом, что воздам Господу за все, что Он воздал мне? 83. Да. 84. Но приложите ей следующее. 85. Чашу спасения приему. 85. А это означает готовность пролить мученическую кровь, когда потребуется. 86. Истина, истина. 86. Сколько есть лиц, которые желают видеть, что вы видите, и слышать, что вы слышите, и улучить, что вы улучили. 86. Но или ради сопряжения с женой, или детей ради, или плоского ради дружества, или ради славы мирской, или богатства ради, или ради житейских обычаев или других разных установившихся порядков жизни внешней. 86. Не имеет силы оторваться от земного и устремиться к небесному, и пребывает по внешней видимости будто счастливыми. 87. А по внутреннему состоянию обремененными многими печалями. 87. Дадим же славу Богу и возревнуем всегда прилагать доброе к доброму и богоугодное к богоугодному. 87. Чтобы преуспевая таким образом и совершенствуясь, пребывали мы при взаимном мире и согласии, в добром устроении во всем до малого слова, легкого движения, взгляда, поступи, и являлись всегда готовыми к блаженному исходу вратами смерти в облаженное наследие наше на небесах. 68. Четвертый том добротолюбия святого Федора Студита «Наставление монахам» страница 161. 69. Слава Богу, избравшему нас от чрева Матери нашей, во святое звание это и призвавшему к дивной и блаженной высоте иноческого жития. 69. Нам, хотя дерзновенно это сказать, но не чуждо целям иночества, воистину дано разуметь тайны Царствия Небесного более, нежели живущим в мире, 70. Из которых многие видя не видят, слепотствуя умом, по причине увлекающих их дел земных. 71. Ибо что у них? Ублажают богатство и мимолетную славу, радуются утехом и удовольствием, 72. Услаждаются мирами и благовониями, винопитием, мягкими одеждами, красивыми лошадями, множеством рабов, 73. Великолепными домами, блеском камней драгоценных и другими разнообразными суетностями. 73. Смеются, пляшут и скачут, как козлы и козы, присыщаются и тучнеют, как уготовляемые на заклане. 74. Не касаясь множества других грехопитательных обычаев их, и то, что от этого порождается и к чему это приводит, 74. Да применит слово наше! Для них в этом похвальба, гордость и утеха, 75. Но не для тех, которые распяли плость свои со страстями и похотями, каковы и мы, которые Христовы по апостолу. 76. Господа нашего Иисуса Христа, слуги и чада. 76. Другие у нас желания и к другим вещам расположения. 77. Мы ищем утешения и сладости первоначально человеку, назначенных в раю, который древле лишило нас бессоветия. 78. А для этого восприемлем образ жизни древних святых отцов, которые прошли в милотях, в козьих кожах, которых недостоин был весь мир. 79. Удаляемся от мира прелестного и приступаем к Богу, горе взирая и туда устремляясь. 79. Но от всего, устремляясь, над всем ладыками становимся. 80. Таково величие нашего звания. 80. Кто же отторг нас от плоти и крови, от родителей, родных и знаемых, от родины, городов и сел, и от всего, с чем сроднились с детства? 81. Кто расположил нас отдать себя в рабы, духовным отцам и игуменам, и вступить в подвижнические труды, в воздержании, бдении, испании на голой земле, каждодневно проходимые? 81. Кто просветил нас и научил ни во что вменять золото и серебро, пышность и великолепие, даже самую царскую диодиму и парфиру, и почитать более достойным и более честным облекаться в эти рубичные и многошвенные с заплатами одежды, чем в блестящие хламиды? 82. Кто дал нам силу отрешиться от всего чувственного и плотского, начать сообразоваться с горними через девства и пребывать чистыми и нерастленными, подобно ангелам? 83. Бог даровал нам все это за то, что мы возлюбили Его единого и выжелали будущих благ, славы вечной, радости неизреченной, веселья непристающего, богатства неизждеваемого и всего, что от века обитовано блаженным отцам нашим и уготовано для всех, единому Богу угождать ревнующих. 83. Но если на это мы решились, это избрали и к этому себя определили, то позаботимся все усиленно и стоять на этом, строго внимая себе, чтобы как-нибудь не возвратиться вспять и в день нужно не оказаться позади мирян. 84. Позаботимся прибыть чистыми, более и более утверждаться в девственности и не допускать себя до распления ни умом, ни оком, ни сердцем, ни телом. 69. Бодрствовать должен я о душах ваших. День и ночь пищись о вас, назидая вас и словом, и делом, чтобы возвести вас в должную меру совершенства. 70. Но и вы не опускайте рук, ибо если я недостойно именующийся учителем вашим претерпеваю что-либо ради вас, то и вы тоже должны потерпеть ради меня и ради друг друга. 71. Зло пострадать и собедствовать, не как чуждое нечто для себя приемлято, не ужасаясь, не убегая и не падая духом при находящих скорбях. 72. Мы еще не до крови противостояли греху, еще не прошли сквозь огонь и воду, как святые мученики, еще не изранены мы и не изъязвлены, как каждый из преподобных и праведных. 73. Как же похвалиться нам в будущем веке, что и мы страдали за Христа, когда не переносим мужественно и благодушно даже малых встречающихся с нами неприятностей, 74. Какого-либо укора, пристыжения, посрамления, обесчищения, презрения, прибавляющего сухоедения, малопития, рубичного одеяния, труда, послушания, раннего пробуждения на службу, стояния на псалмопении, исполнения наложенной эпитемии. 74. Ей, чадо мои, будем перенося, переносить благодушно все трудное и неприятное, чтобы по правде петь с Давидом, терпя потерпев Господа, и зато по милости Божией сподобиться, и услышал меня и молитву мою. 75. В будущем веке другие и иные плодоприношения предъявят, треблаженные мученики, кровь, преподобные отцы, величайшие свои подвиги и добродетели, а мы смиренное претерпение сказанного выше. 76. И я верно знаю, что не будем лишены части тех, как удостоверяет божественный Антоний. 77. В защите более всего Бога, и жива будет душа ваша. 78. В защите лица Его всегда, да отражается оно в чистом сердце вашем. 79. Помяните чудеса Его, которые сотворил, в нас, в прежние лета, и теперь творит, умножая братство наше, питая и ничего не лишая потребного в настоящей жизни. 79. И за все, что Он творит, нам воздадим Ему должное. 80. Ищет же Он от нас ничто другое, как чтобы мы боялись Его и любили Его всем сердцем, и всей любовью, мыслью своей, и по силе подражали Его воплощенному жительству. 80. Не шед с небес странником был Он на земле, чтобы и мы устранились помыслами своими от своих похотений. 81. Послушал Солон Отца, чтобы и мы безропотно слушались вы, меня недостойного. 81. Смирил Он себя даже до смерти, чтобы и вы умудрялись тоже делать, уничижая себя и смиряя в мыслях, словах и делах и движениях. 82. В чем истинная и божественная слава, если не в том, что быть бесславимым среди людей Бога ради? 83. В чем честь и доброе имя и монаха, если не в том, чтобы его бесчестили ради Бога и с бесчестными вменяли? 84. И Спаситель наш и Бог, плоть нося, смиренно и уничиженно избрал, чтоб посрамить славное и богатое у людей. 85. Всего ради вертепи рождается, в яслях полагается сыном, плотника именуется, назареем прозывается. 86. Одевается в хитон с простой накидкой, ходит пешком, утруждается. 87. Камни побитием от иудеев угрожаются, с поносим бывает. 87. Поемлется, распинается, копием прободается, во гробе полагается и потом воскресает, 88. Чтоб нас подвигнуть, подобно ему переносить все перед лицем ангела в его, 89. И потом увенчать нас в царстве небесном. 70. 70. Чего ищу я? Или более чего ищет и что требует от нас Владыка всех и Бог наш? 71. Ничего другого, так чтобы вы добре покорствовали и неразмышляющие являли послушание даже до крови, 71. И отнюдь не уклонялись от того, как перед лицом святых ангелов обещались и располагались жить и действовать. 72. Сами знаете, что и изрекали уста ваши, и какие обеты давали, когда я постригал каждого из вас и облекал в одежду веселье и радование, 72. Разрешив остававшиеся неразрешимыми падения ваши, в несомненной надежде, что моим смиренным разрешением здесь, долу горе, разрешает их Бог. 73. Откуда же у вас несмысленные помыслы, безрассудные суды, бессловесные слова и неуместные пожелания чего-либо, кроме заповеданного и установленного во имя Господа нашего Иисуса Христа через посредство Отца Моего и вашего, согласия предшественников ваших? 74. Один постится желает, как хочет, другой безмолвствовать, как ему угодно, этот учится тому, что ему нравится, тот должность занимать, какой домогается, потом эти планы самовольные, далее эти предприятия особные, и отсюда общее разложение. 75. За этим разве соединились вы вместе? Разве разделился Христос? Или во имя Павла окрестились? 76. Слова эти добре приложимы к тем, которые, увлекаясь особыми своими вожделениями, не смотрят и внимания не обращают на то единое, что заявляется моим смирением с полным рассмотрением дела. 76. Не великого, чего и дивного, ища ищет и желает от вас Бог, а одного того, чтобы вы соблюдали общежитие, которому Он вас призвал, не дерзаясь сказать по моему недостоинству и многогрешности, и того, чтобы вы жили и действовали согласно с волею и руководством данного вам от Него пастыря, во славу поклоняемого имени Его. 77. Вот поприще для проявления особой вашей великости и дивности, лучше же сказать мученического подвига честных душ ваших, если подвергаетесь искушению, что дивного? 78. Но отнюдь не допускайте, чтобы оно возобладало над вами в угоду дьяволу, и не внимайте коварным и злым внушениям этого врага вашего и Божия, но тому одному, чтобы все терпеть до конца, богатиться смирением и преуспевать в любви. 79. Не показничать, не поднимать бровей, не первенство любствовать, не быть суровыми, не заводить в ссоры словопрений на разорение слышащих. 80. Станьте же припоясавшись в весло вашей истинною и, облегшись в броню правды и обувши ноги ваших, в готовность благовествовать мир. 81. И да буди благопоспешествующий и спасающий вас Господь Бог. 71. 71. Бледемся, да не заболим душою, удаляясь от причин, порождающих эти болезни, избегая таким образом зла, сопровождающего их. 72. Первая причина душевной болезни — гордость, по причине которой не спал Дениса, воссевающая за утро. 73. Вторая — прислушание, за которой изнан был из рая сладости первозданной. 73. Из обеих их произошли тьмы родов и видов ненавистного греха. 74. Хочет ли кто потому и любит ли наслаждаться благобытием? 75. Будь подальше от гордости и облекись смиренно мудре при нерассуждающем послушании. 76. И радость и веселье прибудут на голове твоей, ибо сколько благ привлечет сия благая риза. 77. Мир, кротость, почтительность, доверие, беспрекословную уступчивость и все доброе, приятное и вожделенное, чем характеризуется истинный человек Божий. 78. Вы, пришедшие к нам из горделивой жизни, не мудрствуйте высоко, став смиренными в жизни по Богу. 79. Не величайтесь, что устремились к нам из знатного рода, и не велехвалитесь, что то и то было у вас прежде. 80. Ибо, может быть, вы и бедны, и скудны божественной благодатью. 81. Но взирая на Христа, Господа нашего и Бога, истинного богатого владыки всяческих, смиренными водитесь помыслами и чувствами, подражая тому, как он поступал. 81. Он был беден, по видимости, слушался родителей, ходил пешком, часто утомлялся, укоряем противу не укорял, страдая не угрожал, сносил ударение в ланиту, одеждами не отличался. 82. Довольствуясь одним хитоном с накидкой, спал на траве или на голой земле, один хлеб и протекающая вода удовлетворяли его потребность пищи. 83. Если теперь мы, имея всего этого, много больше тяготимся и изнемогаем, то какие же мы подражатели Господу? 84. Почему умоляю? 85. Емлимся мужественно за Бога подражательную жизнь, нам же, которые из незнатной померзки и небогатой доли, тяготись и скорбеть из-за пищи или одежды или других потреб, когда всем этим удовлетворяем и бываем одинаково с другими, какое может быть извинение? 86. Да воспоминает каждый из таковых, чем был и чем стал. 87. Говоря, впрочем, это, я ни первых, ни вторых не хочу разделять и отличать. 87. Ибо все воедино есть, но того ради говорю, чтобы все равно охотно исполняли, что приказывается, и не рассуждали о распоряжениях моих, как о чего, и для чего бывает то и то. 87. Скои лучше здесь немного попечалиться нам, а там радоваться, здесь побыть под наказанием, а там веселье, здесь в тесноте пожить, а там пространно. 88. Нам должно охотно подчиняться наказаниям и любить исправляющих нас, ибо когда уклоняемся мы от пути Божия, то не должны ли принимать спасительные врачевства от причиненного тем зла? 88. По этой-то причине, как мне кажется, святые, человеколюбивые отцы наши, движимые божественным сердоболием, употребляли то такие, то другие строгие меры во спасение питомцев своих, налагали эпитемии, отлучения и даже телесные наказания. 89. Что имею в виду? Спасение не только подвергшихся ему, но и тех, которые бывали свидетелями этого, и современные, и последующие, потому что многие из-за человеческого страха возвращаются на лучшее. 90. Почему, если претерпите тя желость мою, уверяю вас перед лицом живого Бога, что спасетесь в Царстве Небесном, откуда отбеже болезнь, печаль и воздыхание, если перенесете иго подчинение, то освободитесь от греховных страстей и востечете к усыновлению Божию, угаситесь жжение похоти, исподобитесь пить прохлаждающую и животворящую воду в жизни вечной. 90. Добре совершите путь послушания и получите победные венцы от великого царя. 91. Так велико и славно общежитие наше. Иго его тяжело и легко, как и христово иго, которое таково же послово его. 91. Об этом свидетельствует самое дело. Сама истина показывает это. 91. И никто, не ублажая, не называя истинным послушником ни стопника, ни затворника, ни пустынника. 92. Я сказал истинным, потому что истинный послушник есть только тот, кто душу свою предал настоятеля и пребывает в воле его даже до крови. 93. Улучив же такое благо, должны мы радоваться и торжествовать, ибо оно очень дивно. 94. Тому же, кто особенно живет, нечего дивиться. Кто особенно. Хотя он и исправно живет. 94. Будем же чтить наше жительство и блюсти искреннее послушание до смерти. На то, как другие хвалят нас или поносят, смотреть не будем. 95. Если боимся Бога, людей бояться не станем, и их нападками побеждены не будем. 95. Имея в виду свою высокую цель, будем тещи к ней путем Господним, и Он управит течение наше. 73. Страница 169. Четвертый том Добротолюбие. 95. Стойте в борении, в вашем подвиге подчиненности и в мученическом послушании вашем, и день и за дня, проходя время жизни здешней, обогащайте души ваши добродетелями, как залог Царствия Небесного, и сокровиществуйте себе обетованное нам неизреченное благо. 96. Тесен и прискорбен путь Божий, но широко и пространно ожидающее нас упокоение. 97. Рожженные стрелы демонские одни за другими падают на дом души нашей, но роса духа, погашая их, направляет на нас воду текущую в жизнь вечную. 98. Теснота и скорбь, уныние и малодушие, труд и пот, утомление и изнеможение, и при них нередко обличение и укоры, удел наш. 99. Но за все это радость нам неизреченная сокровиществуется, и веселье безмерное. 99. Придите же, претерпим мужественно эти немногие борительные дни наши, и увенчаемся за то венцом правды. 99. Какие труды подъяли треблаженные отцы наши в постах, бдениях, слезах, молитвах и всяком злострадании проводя дни свои. 99. А теперь, никакой уже у них нет печали о прошедшем. 99. Восприяли они радование неизреченное и упокоение всеблаженное. 99. Так и мы будем благоумно смотреть на находящие иной раз на нас скорби, почитая их ничтожными. 99. Или лучше, как сон и тень приходящими, и не допустим себе падать от них духом. 99. Но, несмотря на них, с юношеской бодростью будем исполнять заповеди Господни. 99. Да не печалит вас брань, не пристыжает поношение, не возмущает обличение, не крушит огорчение, не надымает гордость. 99. Но долу потупляя очи, горе же устремляя душу, будьте друг другу благи, тихи, терпеливы, уступчивы. 99. Случилось, что сказал иной жестокое слово. Что из того? 99. Зачем страдаешь от этого оскорбления? 99. Христос и Бог наш услышал, что бес в тебе, и промолчал. 99. Укорен был, что силы Велизивула изгоняет бесов, и не смутился. 99. А мы, по естеству ничтожные и по жизни всякого укора достойные, при мало-мало оскорбительном слове, щетинемся, как ежи. 99. Почему не вкушаем боли и сладости смиренно-мудрие? 99. Почему не научаемся опытом доброго подчинения? 99. Почему не беремся при этом за оружие истинных монахов? 99. Оружие же эти, не чисто писание, не сладкопение, не белоручество, не высота роста, не нарядность, не изнеженность, не величавое выступание по-мирски, не лиричивость, не смелая речь и противоотвечание или другое что подобное этому. 99. Но то, что в чувстве иметь себя поскору на слова, последнейшим, и всех почитать высшим себя, чтобы не быть скору на слова особенно жестокие, не быть легкомысленным, но осмотрительным, чтобы за тем, что смиренно, как говорится, гнаться, и тем, что смиренно водиться, быть сговорчивым, любительным, наиболее же независтливым. 99. Вы, впрочем, все знаете, как наученные Богом и угодные Богу всегда творите. 100. Прибудьте же таковыми, всем будьте довольны, всегда искренне, радостно, окрыляясь единым упованием звания нашего. 74. Если люди, царем призываемые к славе, благоденствию, богатству, утехам и удовольствиям, стремятся к этому неленостно, всеусердно и радостно, 75. Не тем ли более мы, призываемые Богом, стяческих и царем, не к указанным, тленным и ничтожным вещам, но к царствию небесному, к свету непристающему, к жизни нескончаемой, к блаженству неизреченному, к сыновлению и наследию вечных благ, 76. Должны с радостью и неутомимым рвением ежедневно и ежечасно тищи на глаз сей и стремиться по указанию его, преодолевая все преграды, 76. Ничего не устрашаясь и ни перед чем не останавливаясь, ни перед скорби и теснотой, ни перед голодом и жаждой, ни перед смертными опасностями и мечом, 77. Но мужественно, бодренно и вседушно шествуя подвижническим путем, и все перенося, как легкое, ради приближащего нам всеблаженного упования. 78. Падать духом и малодушествовать перед подвигами случается от того, что душа заснула. 79. Почему, умоляю вас, зирая наконец в совершение дела вашего, воодушевляйтесь терпеливо переживать подчиненное трудническое положение свое, 80. Проявляя и доблести его, отречение от своих желаний, скоропослушное действование, молчаливое перенесение скорбных столкновений в многочисленном братстве, 80. И иное распоношение низших и выговоров высших, чтобы к вам поистине могли быть приложимы апостольские слова, 80. До нынешнего часа явщим и жаждем, и в ноготе покоя не знаем и изнемогаем, но во всем этом препобеждаем за возлюбившего нас Бога. 81. Возмогайте же о Господе и в державе крепости, и о Ефесянам 6.10, и к прежним вашим подвигам и перенесениям искушений, 82. Приложите настоящее и будущее за великую радость, почитая, что сподобились богоохотно потерпеть это за Христа Спасителя, 83. И садилась подражателями страстей Его, в чем одном разумеющее дело должны видеть величайшее себе воздаяние. 84. Вспомните, сколько Он пострадал за нас! 85. Не малодушевствовал ли по плоти? 85. Не убегал ли от убийственного лукавства Иродова? 86. Не подчинялся ли родителям? 86. Двенадцати лет не обличал ли собравшихся в храме, не учившись? 87. Это сделал Он для непроходивших наук, чтобы не скорбели. 87. Не ходил ли пешком, не утомлялся ли, не искал ли пищи на смоковнице? 87. Не был ли поносим евреями? 88. Не слышал ли, что бес в тебе, и силой Елизеула, князя Бесовского, изгоняешь бесов? 89. Не хотели ли забросать его камнями, и он укрылся от них? 89. И прежде этого, во время сорокадневного поста, не был ли он искушаем от дьявола, как человек? 89. И после того, не умыл ли ноги ученикам, как служащий? 90. Не был ли предан предателям? 90. Не был ли схвачен иудеями? 91. Не был ли осмеян Анной и Каиафою? 91. Не был ли ударен Ланиту рукой и слуги? 91. Не был ли бечен руками тех, которых создал? 91. Не был ли увенчан терном венцом на поругание? 92. Не взошел ли на крест? 93. Не был ли пригвожден и гвоздями святые руки и ноги его? 94. Не слышал ли он много поносительных слов на кресте? 94. Не прободены ли были копьем ребра его? 95. Не был ли жажду напоен желчью? 95. Не был ли погребен и как Бог не воскресли в третий день? 96. Мы не можем ли о себе сказать, что пострадали что-либо подобное? 96. Можем ли? 96. Покажи мне, братья, избечен ли хребет твой, как у Христа твоего? 97. Видны ли удары на ланитах твоих? 97. Уши твои были ли поражены бесчисленными осмеяниями, поношениями и поруганиями?